Добрый день. Экран виден? Хорошо. Тогда, наверное, начинаем. Еще раз. Добрый день. Так. Значит, евро-доллар. Что у нас происходит на текущий момент времени? Значит, цена находится в районе, ну, приближается к страйку 1.10, этот складывательский уровень, как я уже говорила неоднократно. Я сейчас сразу показываю вам вот этот график с разметкой, который был дан 7 декабря. Я тогда говорила о том, что евро-доллар пытаются перетащить с одного диапазона в другой диапазон. Вот видите, желтый нелетик одно было показано и зеленый нелетик. То есть резко, как будто, мастер-мейкеры выбросили пару. Сейчас она, получается, торгуется вдоль, по сути, страйка 1.0900, то есть поторговывается уровень 1.0900. И эти потеления выступают в уровне 1.0900. Вот. Значит, что, да, повторяю, что нейтральный диапазон был обозначен как 926 и 892. То есть опять же речь шла об уровне 1.0900. Интересное дело, по итогам пятницы в недельных контрастах было видно, что мастер-мейкеры пытаются подставить дополнительную поддержку для пары на отметке 1.0948. Ну, по сути, уровень 950, то есть пытаются закрепиться над первым повышательным диапазоном 1.0900, 1.0950. Вот. То есть, в принципе, это опять же соответствует вот этой стене, которая была ранее вне провисована. И если смогут удержаться, вот, а пытаются все-таки это сделать, то, соответственно, да, можно будет еще с большей уверенностью говорить, что пара перейдет к себе по повышательным диапазонам. Вот. Значит, что видно на данный момент времени? Еще. Значит, вот я говорила в прошлый раз о том, что четко сформирована граница листов среднесрочная 1.0800, 1.0900. По крайней мере, она будет действовать по 8 января. То есть сохраняется, здесь большое количество контрактов, этот номер на пару удерживаются. И вот получается, здесь также, то есть торговля выше 1.0900, лучше 950, а еще лучше, ну, выше по повышательному уровню 1.1000, то речь пойдет о переходе все-таки в диапазон. Если смотреть на другие диаграммы, то сохраняется диапазон регистов, который располагается ниже уровня 1.0700. Ну, фактически подход к нему блокируется уровнем 1.0800. Вот здесь большое количество контрактов, и вот, то есть диапазон 600, 700, 800. Вот, рискованный. Маркетмейкеры пытаются защищать пару от падения в данный диапазон, и, соответственно, только падение ниже. Вы говорите о том, что пошли собирать вот эту вот структуру. Ниже по диапазону. Но пока, пока пытаются закрепиться выше 1.0900, можно говорить все-таки о попытке поиска экстремов в дальнейшем. Причем структуры какие построены, которые позволяют это сделать? Ниже пара ничего здесь не держит. Сопротивление каких-то сильнейших нет. Единственное, что виденная рука маркетмейкеров находится в диапазоне уровня 17.10. То есть до, так скажем, какого числа, по 8 января уйти крайне-крайне сложно выше. Даже если будет какой-то прорыв на тонком рынке в начале-конце года. А вот, как говорится, потом будем посмотреть. Цели экстремума в районе 1.2022, они сохранятся. Нужно тушить. Какие риски тушить? Вот, это то, что касается пары евро-доллар. По итогам в четверга, в пятницу торгов не было. Здесь видно, что усилен уровень 1.0900. Кут уровень. И, так скажем, это с одной стороны, да, окажется, что поддержка усиливается. С другой стороны, этот уровень 1.0900, он работает в совокупности с полом 1.0900. Вот. И если, так скажем, выровняется числа, да, то тут будет, конечно, большой риск. Поскольку, ну, уровень 1.0900 будет готов вновь для ценного проторгования, как вверх, как вверх, как вверх. Вот тогда появится опять риск падения в 1.0900. Реально. То есть, за этим уровнем 1.0900 необходимо следить, каким он остается. Все-таки пол-уровнем или разметым уровнем для проторгования. Для того, чтобы защитить пару, нужно встать хотя бы лишь 1.10. Вот. А вообще, я говорила о существовании неких отметок 1.1100, 1.1364. Это очень такие серьезные отметки, которые являются сопротивлениями. И выклипсисан один крайний крайний уровень. Так. Значит, это что касается евро-доллара. Дальше. По всему индикаторам, по всему сектору финансового рынка, вне зависимости от того, речь идет о сырье, каких-то о валютных парах или еще каких-то других инструментах, например, в фондах, в индексах, в облигациях, все-таки основополагающий пара индикатором является пара доллар-канадский доллар. Давайте к ней вернемся, к этой паре. Посмотрим, что здесь такое происходит. То есть, ранее я говорила следующее, что существовала зона сопротивления, связанная с уровнем 35-14 для данной пары. Дело в том, что если цена пройдет эту зону, то, соответственно, попадает в зону маркетмейкеров, где-то порядка 500 центов, которые... Ну, вот видно, что цена, в принципе, дошла до уровня 1-40. Что одежда от них, ну, вот, которая, в принципе, была видна вот в этих трактах. Видно, как это ровно сделали. Это ровно, все-таки. Вот. Дальше. С чего сдать дальше? Значит, надо сказать, что эта пара, доллар-канадис, она закоррелирована крайне-крайне сильно значимо с ценами на нет. И, соответственно, имеется очень сильная корреляция с российским облачем. Вот. Отсюда какие могут быть перспективы. Часто необходимо посмотреть вот так. Итак, к 1-40 мы подходили. Видно, что вот здесь по 8 января маркетмейкеры ничего не усиливают. То есть, как бы, шансы пробиться выше 1-40, они как бы умолы. Далее формируется вот этот вот диапазон размытый, который ведет к 35-14. То есть, этот уровень до сих пор является уровнем поддержки. Он, с другой стороны, то есть, ранее было сопротивление, сейчас поддержка. С другой стороны, он в настоящее время размывается. Это видно в более долгосрочных контрактах. К примеру, вот здесь, вот февральский, а вот здесь 35-14, видно, что он тоже размывается. Вот, 34-23 уровень также размывается. И здесь 35-24 уровень, это тоже не является значимым уровнем. То есть, он, в принципе, этот уровень готов для пробоя. Отсюда речь идет о чем? Речь идет о том, что все-таки есть шанс пробиться вниз. Вот, куда? Схема ведет к тому, чтобы пробиться все-таки уровнем 1-25. Все-таки вот сюда. Ну, застрять пара, может, где-то в районе 1-34-23, но слишком близко к 35-14. И при агрессивной торговле на пробой данного уровня, конечно, этот уровень должен быть прошедшим. То есть, более-менее какое-то препятствие, это только уровень 1-25-16. Значит, здесь у нас по 8 января работает целая система защит. Дай бог опуститься 35-14 вот сюда, в этой зоне. Это вероятность этого высока. Вот, тогда на февраль, на других февральских контрактах с строком действия по началу февраля могут уйти ниже. Могут уйти ниже за тракт в район уровня 1-34. Могут такое видать. Значит, привязка к датам, какая может быть здесь. Значит, ранее я говорила о том, что нужно посмотреть внимательно на рынок 22 декабря. 22 декабря. И что мы видим? Посмотрите, 22 декабря фара начала какую-то коррекцию. Следующая точка для завершения первого этапа коррекции, эта точка должна находиться в районе, так скажем, 25 января. То есть, получается, после 8 января будет вам предложена новая схема анализа рынка, и в течение двух недель еще возможно продолжение коррекции. То есть, в принципе, как бы это возможно до уровня 1-25. Либо эта коррекция может растянуться до 16-го короля. До 16-го короля. В чем разница здесь? Дело в том, что ограничивающие структуры, которые существуют в рынке, они работают по началу марта. И вот та дата, о которой я говорю, она в принципе укладывается в данный диапазон. Дальше. Чем интересен уровень 1-25, если к нему пойдут в этой паре? Он интересен тем, что, естественно, проходит некая граница рисков долгосрочных. И эта граница, по сути, связана с уровнем 57 рублей за доллар. То есть, если, допустим, цена все-таки пойдет туда 1-25, какие шансы выходит? То, следовательно, здесь мы можем увидеть пробой уровня 57 в паре доллар-рубль. И, соответственно, очень резкая падение доллара. Фитусные контракты долгосрочные указывают на то, что падение доллара при пробоя данного уровня возможно аж до уровня 1-616. До отметки 616 получается 523. 3-3 – это уровень по опционным контрактам. Ну, либо 600, так скажем, 38 – уровень, который похож на этот вариант развития событий. То есть, достаточно недалекое, небольшое падение, порядка тысяч пунктов. Вот, далее, если будет проигран такой вариант, то пару развернут наоборот, допустим, после где-то 25 января сдать, и еще одно движение сделают в район, ну, допустим, от уровня 1-30 психологического. Так скажем, не пустят ее к 1-25, и от уровня 1-30, к примеру, она пойдет наверх. Ну, вот, 28-21, к примеру, такой расклад может быть. И резко пойдет наверх, куда? В районе уже выше, так скажем, может быть, и 42-86, и где-то вот в этом районе 42-86, по центру 47-06, 45, в районе этих отметок построить, может, экстремум. Вот. Как бы такой вариант развития событий. Вот тогда получается, ну, это, к примеру, это будет сделано, там, в середине февраля, как я уже сказала, вот такой вариант. То, соответственно, это будет уже последний пик доллара, и он будет связан, соответственно, тогда с рублевым вариантом. Какой рублевый вариант? Здесь вот тоже интерес, интересно, такая вещь. Очень тихо, но у меня достаточно такой вот. Так. Так, ну, я не знаю, почему нет звука у вас, у меня на максимуме все. Так, ну, давайте дальше. Что касается этой пары доллар-канадский доллар. Так вот, получается следующим образом. По рублю тогда можно будет ожидать. Сейчас речь шла о проторговании, там, психологического уровня 70. Как бы это ни о чем не говорит абсолютно, это просто психология делания нервов, да? А вот если взять ситуацию такую, что цена пойдет вот при том раскладе по канадскому доллару пойдет наверх, то, соответственно, по рублю это будет сигнальная отметка 74,5-75,5. Вот этот диапазон. Вот этот переход, он будет, так скажем, включать, это некий тумблер. Если будет пройден вот этот диапазон узкий, то, следовательно, да. Тогда пойдут собирать контракты, цикулятивные, которые расположены в районе 76,50-78,50. И, соответственно, речь пойдет о психологической отместе 80. Ну, тогда это как раз то, что касается сценария по доллар-канадскому, это район 45, условно, 45-47. Это возможно. Но с учетом того, что, так скажем, уже цена была в районе психологической отместки 1,40, соответственно, еще 500 пунктов выше. Ну, вот это по рублю. Это все уже критический момент будет для доллара США. Все, это, как бы, уже конкретная вершина, заходящий разворот. Как вариант, такое существует. И второй вариант, все-таки, если от 1,30, 1,28,40, сейчас, 28,21 не пойдет обратно наверх, то, соответственно, вариант, что ветшина уже построена, он существует, так же существует, это все равновероятно. Тогда уже при правой 1,25 по канадцу и 57 по рублю, соответственно, мы увидим движение доллара в дальнейшее. Ну, тогда это будет движение уже аховое. То есть, это должно что-то приключить, а что просто обрушить рынок. Вот, как бы, такой расклад существует. Ну, тогда, докуда этот процесс по времени будет продолжаться и тот, и другой, условно говоря, основные временные точки я говорю, что это где-то до будет 22 апреля. 22 апреля. То есть, два месяца после того как. Вот такие существуют варианты развития событий. Ну, в любом случае, у доллара остается очень-очень мало в запасе для того, чтобы разыграть самый коварный вариант. Соответственно, все это связано с нефтью. Таким образом, я думаю, что с менеджерами общаетесь или со мной не понимаю. Так, нефть. Итак, вот все, что я сказала по рублю и по канадцу, связано с нефтью. Вот эта статья по нефти ВТА, я ее публиковала 18 декабря. Здесь четко видно все. То есть, все указаны были поддержки и сопротивления где-то в какие защиты. Было сказано о том, что защиту маркетмейкеров можно ожидать в диапазоне 32,98-379 на подходе к следующему сильному уровню 30. Вот. И давалась вот такая схема. Пока что цена оттолкнулась от уровня 35. Это видно. То есть, видно, что твардение ниже 35, уводит ее вот сюда, в зону маркетмейкеров, где могут построить какое-то там двойное дно, там двухголовое, трехголовое, там и так далее. Тут вместо головы надо другую часть тела брать. Вот. Значит, это, ну, это будет очень все быстро. Вопрос сейчас коррекции. То есть, опять же, если рубль и канадец пойдут туда, куда я сказала, да, да, еще, еще хуже, да, с ними делают, то, следовательно, да, нефть будет строить, вот это вот, иностранный центр будет стоить здесь вот в структуру. Если от 35, все-таки подошла коррекция, то надо сказать, что вот здесь вот, ну, по крайней мере, до района, так скажем, 45-50, ну, тут никаких препятствий и особых нет. То есть, восстанавливаться цена может вполне. То есть, сделать вход там на 15-20 долларов – это реально. Вот. Только потом развернуться. Может, обратно для построения уже дина. Такое возможно. Ну, это, опять же, попадает под теми отметками, о которых я говорю, по рублю 57 и по канадцу где-то 28-21, связанных с экологическим уровнем. Вот. Вот здесь как бы ключевая точка будет. Так. Ну, все, я думаю, в принципе, основное сказано по валютным парам. Соответственно, все остальные валютные пары, они будут двигаться в этом же самом ключе. Вот. И что касается золота, то эта публикация будет сделана на текущей неделе. Новая публикация, будет новая схема. А пока я покажу то, что было сказано в прошлый раз. То есть я давала вот эту схему, разметку. Говорила о том, что существует отметка 1049, которая привязана к страйку 1050. Пройти ее сложно. Вот. Дальше существует защита макетмейтеров. В районе 1027 начинается до 960, привязанная к уровню 950. И говорила о том, что существует некий уровень критических точек зрения рисков, который находится на отметке 1076. Но здесь так его и не смогли преодолеть. Цена торгуется здесь, в этом же районе. То есть мы закончили вот эту всю торговлю, как бы здесь. Еще сегодня, последний день, тонкость рынка наблюдается еще с праздником. Соответственно, куда-то ударить могут. Ну, вот ближайшие уровни, как бы, они еще остаются оплатными. 1100, по сути, 1050. Торговый удар по 1050 будет говорить о том, что пытаются пройти к уровню 1000. Закончу, возможно, то есть завтра я постараюсь выложить новую схему для золота. Ну, завтра, послезавтра, просто так. А вообще надо посмотреть вот сюда. По золоту. Вот этот был уровень 1050. Видно, что с него начинается диапазон понижательных рисков. Вот. А выше этого уровня, то есть, есть возможность пройти наверх. И здесь, в долгосрочности, 1050 открывать диапазон. По сути, даже этот диапазон не понижательный риск, какой-то диапазон маркетмейкеров, где они будут строить экстремы. Ну, то есть, это сигнальная отметка. Вот, вот эта схема, она уйдет скоро. И более актуальны станут вот эти схемы. Вторая и третья. И еще я следующую нарисую в момент публикации. Вот как-то так. Далее, что касается S&P 500, значит, я сделаю расчеты. Что у меня получилось? Ну, во-первых, внимание вот к этой схеме. На схеме диаграмму можно посмотреть, поскольку тонкость рынка, мало контрактов, это ничего не говорит абсолютно. Вот эта схема. Значит, вот по 15 января получается такой расклад, по 19 февраля и по 16 марта. Что видно. По сути, ну, пытаются, конечно, оттянуть вниз что-то там, но с другой стороны контракты расположены так, что сложно пройти психологический уровень для тысячи. Ну, или вообще там оторваться куда-то далеко от данного уровня. В настоящее время цена находится в районе 2056, по-моему. Сейчас посмотрим. 2045 находится. Что вообще здесь такое? Вот здесь вот стоит вообще невидимое сопротивление в районе 2065. Сейчас я покажу ту разметку, которая влияет на индекс фондовый. Ну, эту публикацию я сделаю, возможно, завтра. Вот. А пока могу сказать следующее. Итак, вот 2045 сейчас примерно в этом районе находится текущая цена на фондовый индекс. 2065 – это ближайшее сопротивление сильное, среднесрочное, которое будет актуальным по… Вот то, о чем сейчас буду говорить, актуально будет по 15 января. Значит, смотрим. 2065 как раз держало сопротивление. При его пробое, значит, что открывает? Открывается возможность уйти вот в этот диапазон сопротивления 2149-2197. По сути, по уровням 2150-2197. Вот здесь очень много целей располагается в данном диапазоне. Здесь может быть движение агрессивное. То есть, если цена вот эта уйдет выше 2065. Ну, возможная цель маркетмейкеров, она так сохраняется в районе 2200. Вот она здесь включена в 2021. Вот, и защита на случай движения наверх. Защита располагается в районе 2085. Вот, и что касается движения, возможностей движения вниз. Второстепенная поддержка располагается достаточно близко к цене 2035. Вот, на отметке 1997. По сути, на психологическом уровне 2000 располагается физическая поддержка, которая делит рынок на продавцов-покупателей. Вот, при ее пробое что получаем? Получаем уход в такую вязкую зону поддержки с множеством-множеством целей игроков, которые располагаются в диапазоне 1989-1929. То есть, пока цена будет находиться там, тоже не о чем говорить будет. Вот, это будет проторгование диапазона активное. Далее, ниже располагаются такие поддержки 1845, 1792, 747, 1709. По сути, все это, там, защита привязана к конкретным уровням психологическим 1850, 800, 1750, 1700. И, в принципе, то есть ровно, четко привязано все к этим уровням. Поэтому, еще раз обращаю внимание на эту схему. Вот, вот они эти уровни. 850, 650, 600. Вот. Ну, 1500, понятно, что здесь это вообще как бы долгосрочная защита, что с москетмейтером попадает туда. Пробиться ниже 1700 крайне-крайне сложно. Но это критический вариант развития событий. То есть, уход в область 1700-1500. Пока об этом речи не идет. То есть, критическая отметка – это 1197, 15 января – это уровень 2000. Вот. Пока цена находится выше, можно все еще будет, можно будет говорить о попытке все-таки построить экстремум в уровне 2000. Ранее об этом многостратном говорили, что уйти ниже, ниже, значительно ниже, без достижения этих психологических отметок маркетмейтеров крайне-крайне сложно. Так, ну все, я думаю, что уже все сказано. Теперь я могу ответить на вопросы. Так, что касается, да, вы спрашиваете по кросс-парам. Я напомню, сегодня первый день после короткого отпуска нахожусь здесь с вебинаром. Я как-то не дубликую, а завтра я постараюсь, как обещала, сделать публикацию по кросс-парам. Вот, в том числе и то, что вы написали. Вот. И завтра же я выложу информацию по СНП-титуту, и послезавтра это будет золото. Вот как-то такой расклад, наверное. Либо поменяю сначала золото, а послезавтра информация будет о кросс-парах. Так. 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 Вокруг с паром уже сказала. Так, так, так. Так, ну что касается груз-пар, я уже сейчас читаю просто в чате, что вы пишете. По именицу доллара, да, все остается в силе, как я говорила. Где можно ознакомиться с публикацией? Ну это уже такой вопрос, извините, на сайте FIBA Group. Все мои публикации располагаются в открытом доступе. Если вы зайдете в раздел «Аналитика» сайта FIBA Group, вот, здесь вы увидите один или два предмаркета в день, как правило, два, то есть мои, находятся здесь в разделе «Анализ рынка». Раздел «Прогнозы». Здесь только мои публикации находятся. Так что проблем нет. Где-то увидеть. Так, про рубли. Что вы говорите подкинуть рубли? То есть вы говорите о паре доллар-рубли, либо конкретно о рубле. То есть как-то проблематично. Я уже сказала о том, что пока шло проторгование уровня 70. Дальше идет критическая отметка, критическая зона. 30-74,5-75,5. Вот. Это критическая зона. Если ее пробивают наверх, да, то следовательно, да, мы тогда идем собирать ключевые контракты, выкультивные контракты в районе 76,50, 78,50 и, естественно, психологическую отметку 80. Такой расклад есть. То есть, но, значит, после коррекции доллара, которая может обернуться вообще не только коррекцией, но вообще и подниматься. Такой расклад возможен. Вот. Но пока более вероятно все-таки снижение доллара и укрепление рубля. Равно как канадского доллара и равно как нефти. И я сказала о том, что основная сильная поддержка по рублю, критическая поддержка, до которой могут, в принципе, давить, да, это 57 рублей за доллар. Вот. Вот. Это очень сильная поддержка. При ее пробое, соответственно, да, тогда мы получаем, и торговля ниже, да, мы получаем сценарий падения доллара. При ее устойчивости, вот, если не дадут подойти к ней к этой поддержке, естественно, мы получаем сценарий еще одной возможности укрепления доллара США. Но где какие отметки по рублю, я сказала уже. Для пары доллар-канадский доллар та же самая история сохраняется. То есть там будет, получается, речить будет идти об уровнях 1.45-1.47 в таком самом таком варианте жестком. Вот. И все это, вот эти сценарии, они могут быть разыграны в достаточно короткий период времени. Вот. И точки временные я тоже указала. Вот. Сейчас идет волатильность. Дикая по рублю, соответственно, понятно. Вот представляете, значит, сколько накоплено кое-кде валюты, да, в банковском секторе. Народ, соответственно, не дурак. Он тоже понимает, что как бы надо освобождаться от этого дела. Но, соответственно, мы видим определенные шаги с стороны Центробанка. Вот. Во-первых, блокировка, значит, счетов. Во-вторых, значит, так скажем, введение, почитайте письмо, значит, Центробанка, по-моему, от февраля месяца о том, что, значит, за спекуляцией валютой будут брать, соответственно, налог на прибыль. Вот. Соответственно, как вести учет для этого. А учет элементарно. Сейчас видели, наверное, публикацию, информацию о том, что Центробанк вводит, значит, регистрацию всех, кто с валютой пытается что-то мутить через банк, соответственно, дополнение анкет и так далее. То есть вся информация, да, там, о всяких клиентах, она имеется, когда покупали валюту, по какой цене, соответственно, когда будут продавать. И не ровен час, когда вы будете менять, соответственно, одно на другое, то, соответственно, вы будете платить налог. Так что сейчас как раз наступает этот момент. Плюс посмотрите, какие банковские спреды. То есть это абсолютно нормальный вариант при таком развитии событий. Плюс тонкость рынка, Новый год и так далее. Можно на это все списать. Ну, я уже делала кучу публикаций по вопросу рубля и вообще, что там и откуда ползет и так далее. Но основные отметки я вам сказала. Что касается отметки 57, самый такой критический и поддерживающий, да, то есть это реальная отметка абсолютно. Вот. И при ее пробой, соответственно, там будет совсем другой уже сценарий. Я о нем как-то уже говорила, сейчас повторяться не буду. Давайте доживем до развития событий по этому сценарию. Тогда будет уже речь идти более конкретно о чем-то. Так. Фунт-доллар. Фунт-доллар, вся ерунда здесь заключается в том, что вот есть вот эта зона 51.38, 51.15. Вот. Это нейтральная зона. То есть пока ниже находится, это понижательные риски. Видите, как отрабатывают эти поддержки. Вот. И если все-таки пробьют вновь поддержку 48.70, вот, то, соответственно, мы увидим движение вот сюда вниз. И надо рассчитывать риски вплоть до 45.35. Это как бы реально остается. Только лишь торговля выше 51.15, 51.38 будет говорить о том, что да, пытаются закрепиться выше, куда-то там идти. Но пока этого не видно. Вот. Это резкое движение должно быть. Возможно, пока манипулируют просто парой евро-доллар. Соответственно, манипулируя парой евро-доллар, идет манипуляция вообще евро в целом. Вот. Поскольку эта валютная пара, она имеет большой вес, то выбегте доллара США. Вот. Следовательно, манипуляции евро, они будут сказываться на кросс-парах с евро. И, соответственно, на кросс-паре евро-фунт. Следовательно, то есть подталкивать евро-фунт могут таким образом. Следовательно, подталкивая евро-фунт, что мы будем иметь в итоге, мы будем иметь давление на пару фунт-доллар. Все закоррегировано. Все зависит от того, какое давление где создается в рынке и что хотят получить с этого. Еще раз повторяю, что по кросс-парам я сделала публикацию отдельно завтра-послезавтра. Евро-фунт тоже войдет в эту публикацию. Еще вопросы есть? По поводу роста и снижения золота. Здесь, так скажем, нет какой-то такой корреляции жесткой, да? Но есть определенные идеи. Дело в том, что весь финансовый рынок, все финансовые инструменты закоррелированы вместе с собой. Эффициенты корреляции, они варьируются, как вы знаете, там от 0 до 1. Это большой разбег. В зависимости от того, в каком сегменте усиливаются реляции, между такими инструментами, то, в принципе, и будет. Соответственно, такие идеи и подталкиваются. На сегодняшний день с золотом, там нифига, эффектент. Там же, как бы, совсем другая штуковина. По золоту я обращала внимание на то, что до конца ноября действовала структура, которая контролировала падение цены на золото. Далее я говорила, что эта структура убрана, то есть и, возможно, после этого начнется построение уже поиска дна. Вот. И, по сути, то есть, действительно, этот поиск, он возможен. И, опять же, докуда он возможен? Ну, к примеру, если цена уйдет под 1050, то, опять же, где-то до 7 февраля надо будет посмотреть, где будет находиться цена. Но, в любом случае, вот эти вот точки, 25 января, 16 февраля, 22 апреля, это точки сценария. Ну, вот. Больше, как бы, ну, что еще сказать. И я говорила о точке 22 декабря. Вы видели, как тревогий сектор начал отскок именно от этой точки временной. Золото в корреляции, находясь с этим сектором, также, так скажем, отскочило от уровня 1000. Ну, вот как-то так. Есть еще вопросы? Вопроса больше нет. Пожалуйста, решите из тех, посуды, проблему со звуком. Ну, это, наверное, техслужба сейчас видит все, все эти записи, поэтому, возможно, что-то будет сделано. Я здесь уже тут ни при чем. У меня хорошая техника, которая, ну, к ней и претензий нет. Так, еще какие-то вопросы имеются? Если вопросов нет, тогда... Ну, у меня вообще не только за звуком много проблем. Спасибо. Тогда все, прощаемся. Хорошо, я постараюсь подсказать всей поддержке. Ну, если звук наладится, то, возможно, будет появиться какая-то другая проблема. Одна рождает другую. Так что, возможно, в каких-то вариантах проще иметь тихий звук. Всего доброго. До свидания. Поздравляю всех с Новым годом. Всем здоровья, успехов, удачи. Вебинар 4 января. Я думаю, что это состоится. Никаких приключений не будет. Так что, до встречи через неделю. С Новым годом. Пока.